вообще его матери своей, и написано, никогда не ходил, он никогда не ходил, и он сказал, говорившему Павлу, который взглянул на него, и увидев, что имеет веру для получения исцеления, он слушал и смотрел на него, и потом Павел сказал громким голосом, он сказал, он сказал, что он сказал, он сказал, тебе говорю, во имя Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо, и он точно встал и начал ходить прямо, друзья, это действительно важно, это важно увидеть глаза, увидеть глаза, чтобы ты не прятал глаза, и не сидел где-то сбоку там, или где-то, но увидеть, увидеть глаза проповеднику, увидеть глаза, потому что что-то начинает происходить особенное, амэн, слава Богу, слава Богу, давайте поприветствуем Еву, амэн, слава Богу, слава Богу, поэтому важно увидеть глаза, вспомните еще один пример, это третья глава, где-то, где Пётр с Иоанном они шли в храму молитвы, в час молитвы, девятый, вошли в храм, и там был человек, который тоже храмой был от своего матери, и он увидел Петра и Иоанна перед ходом в храм, и четвертый стиль, просто подумай, поразмышляя об этом, написано, Пётр с Иоанном, смотрелись в него, там написано, смотрелись в него, смотревшись в него, он сказал, взгляни на нас, взгляни на нас, и вы помните, чем этот взгляд закончился? Исцеление, исцеление. Исцеление. Поэтому спасибо, Володя, ага, вы. Плоди. На самом деле, на самом деле это важно увидеть глаза пропагандика, увидеть глаза твои, когда я проповедую. И если ты уже проповедующий, или будешь проповедов, то видишь, насколько это важно. Исцеление. Я вижу, я так много благодарю. Я вижу, что ты слушаешь. Памазание сходят. Памазание сходят. Памазание сходят. О, Аллаху. Это знаешь, что ты еще говоришь о том, что ты читаешь присутствие по жизни здесь? Это лицо, как ты цени, и он по арборту шеи. Если ты идешь по улице, с кем ты встречаешь на Комова. И он в наушниках идёт и слушает что-то. И ты с ним встречаешься и начинаешь разговаривать. Если он тебе не уложит, он вообще наушники не вытащит. Если он один наушник вытащит и один слушает, ну вот так тебе относится. Ну, мы с тобой виду веет. Мы с вами хотим встретить тебя, чтобы вытащить эти наушники свои слушают и слушать, что ты скажешь. Я иногда вижу, когда люди так встречаются. И тут наушники он кричит и уллюз. И ему кажется, что он не говорит. И это внимательность, это почтение. Когда ты почитаешь Божье присутствие, И когда я смотрю на тебя, я почитаю то присутствие, которое в тебе, Божье присутствие в тебе. И когда ты смотришь на меня, я вижу, что ты слышишь. И когда ты смотришь на меня, я вижу, что ты слышишь. И ты почитаешь то, что Божье присутствие, которое вам нет. И ты почитаешь то, что ты почитаешь, что ты почитаешь. Как про Паведники, как почитаешь. Как макитари, как почитаешь. Поэтому слава Бога за тебя. И на самом деле я рад видеть тебя. Потому что, как говорится, я рад вид тебя, но он тебя не рад же не посмотрит. Насколько ты рад, насколько я рад. Мы можем увидеть просто этот взгляд. Мы можем видеть это взгляд. Ай-яй-яй, слава Богу. Я хочу продолжить на нашем семинаре, на сегодня 10-е занятие. Что я вам сейчас сюда? Утарби! Юбилей! Аллилуйя! Надо, надо увидеть. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Иисус чудесный! Аллилуйя! 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 Слава, 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 слава! О, аллилуйя! Я так рад, что... Мои грешники, мы святые Божьи. И... И... Тот момент, когда ты призволк, ты стараешь свою жизнь. Дея, миркли, ты писал Кристо сова зиве. О, аллилуйя! Света, кто чувствует... Он ушла. Иисус, летас гаясь, мы тут саяц гая. Когда... Разбойник... Висел на кресте, рядом с Иисусом. Эээ... 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 Разбойник. Я... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... 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 Он был враг, он был бандит, он был ритиской полностью, но в одном мгновении, в одном мгновении он получил спасение. И это происходит моментально. И когда мы призываем Иисусу, мы моментально становимся святыми через его кровь. Мы обрезаны в нем. И вот это обрезание не происходит всю жизнь. Я слышал эти учения из садистских учений, что Бог нас всю жизнь обрезает. Друзья, мы уже, Библия говорит, мы в нем обрезаны. Мы уже святые. И мы... Аллилуйя! У иудеев до сих пор обрезание происходит. И вот этот врач этот... Он складывается. Он isn't делать волосы. Он не пометает. Он не пометает в течение 5 часов, или 5 дней, или 5 лет по кусочку. Это происходит мгновенно. Это происходит мгновенно. И Библия говорит, мы обрезаем Господь. И кто говорит, мы должны пройти много лет, пока мы станем святыми. Мы уже святыли. Мы уже святыли. И крыли Иисуса достаточно. Мы уже в новом завете. Аллелуйя! Могновенно. Могновенно. Из гречников мы превратились святого. Аллелуйя! Мы не святы гречники, мы святые, Божьи. Мы не святы гречники, мы святы. Знаешь, что в фильмах показывают человеку, у него дьявол сидит на одном. Морит такой дьявол такой. А в каком ключе? Там черный ангел, белый ангел. Вот они, что-то там, шепши пионы. Кого слышали? Да, это не в Библии. А многие верующие верят в это. Потом есть еще языческая история. И многих проповедники говорят. О! Там тебе две собаки внутри. Одна добрая собака к тебе. Другая. Злая. И победит та, которую ты кормишь лучше. Друзья, у нас Дух Святой. У нас никаких собак нет. Мы христиане, мы дети Божьи. Мы христиане, мы дети Божьи. Аминь! Аллилуйя! 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 Ну, может, тебя учитель по-другому? Рутев, молодцы, салады! Аллилуйя! Ты когда просто признаешь читать Библию? Ты как раз читать Библию? Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе! Слава! Хе-хе-хе. Аллилуйя! Слава тебе! Хе-хе-хе-хе. Аллилуйя! Ха-хе-хе-хе-хе... Субтитры делал DimaTorzok 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 Потому что закон был дан Моисею, и этот закон, и об этом написано в послании евреям, он был освящен кровью козлов и тельцов, и этот завет был ветхим заветом. Между Богом и народом Израиля. И много завета. То есть когда Иисус ходил по этой земле, Он хотел учить еще во времена ветхого завета. И Иоанн Креститель был последним пророком 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 ветхого завета. Иоанн Креститель был последним пророком ветхого завета. Иоанн Креститель был последним пророком ветхого завета. И Иоанн Креститель был последним пророком ветхого завета. И Иоанн уже не работает. Он уже не актуален. Это время или эра, это эра нового завета. Поэтому, когда люди держат традиции этого завета.